Пока что у вас все это вот такое подвижное, пусть это вас пока не волнует. И мы начинаем набирать сторону каждого лепесточка необходимой длины, какую вы захотите. То есть я набираю бисеринка, бисеринка. И теперь нам нужно набрать стразик. Следите за тем, чтобы лицевая сторона страза была так, как у вас уложена уже середина. И подвигаем к нашему центру. Опять бисеринка. Бисеринка. И стразик. Опять бисеринка. И набираем необходимое нам количество с обоих сторон. Вот я уже набрала по 4 страза после моего уголочка. Причем наши наборы должны заканчиваться именно стразом. После того, как я набрала необходимое количество мне, я должна хорошо подтянуть к уголочку и тоже сделать пару вот виточков. Чтобы все это у меня плотненько держалось друг ко другу как можно прочнее, как можно ближе. Ну, совершенно идеально сделать это невозможно, чтобы это все стало неподвижным сразу. Но мы над этим будем работать и дальше. Так. Здесь тоже подкручу хорошо. Вот так. И теперь мы начинаем прикручивать вот этот лепесточек к тому месту, которое вот нам хочется с этим лепесточком украсить. Ну, предположим, что у нас вот над этим сердечком, да, будет этот лепесток. Опять, видите, я опускаю одну сторону проволоки с одной стороны, вторую с другой стороны и начинаю точно так приматывать. Опять-таки следите, чтобы проволочка хорошо прошла между стразами, не осталась вот сверху. Вот. И уже точно так мы должны прятать наш край в страз. То есть принцип остается тот же. Край проволочки должен у нас быть спрятан. Вот таким образом. То же самое мы делаем в противоположную сторону. Ну, я, пожалуй, прикреплю все-таки этот лепесток и покажу, как я дальше буду расшивать вот это все. Вот. Видите, я то же самое делаю в противоположную сторону проволочкой. И опять все прятать надо. Вот эту сторону мы опять укладываем вот таким образом. Ну, опять я говорю, что каждый может придумать, как лепесток ваш должен располагаться. Либо так, либо так. Ну, вот давайте оставим так. И то же самое мы прикручиваем к нашей основе плотненько, вот чтобы наша проволочка проходила между стразами. И точно так прячем край. Эту сторону уже в противоположном направлении прикручиваем. Видите, наша проволока, которая вот раньше выглядывала вот здесь сильно, после того, ну, так как наша дырочка находится высоко, проглядывала проволочка. Ну, вот из-за того, что мы будем постоянно вот так наплетать и накручивать новую проволоку, то наша проволока, это будет уходить, прятаться. Видите, ее практически у меня уже не видно. Вот. Я не знаю, как повернуть. Хорошо, чтобы вам было видно. Ну, вот я думаю, принцип вам понятен теперь, что я делаю, как я делаю. И теперь я покажу еще, как я расшиваю. И на этом мы закончим наш урок. Расшиваю я с помощью лески. Вот я приготовила леска, вот эта 0,3 мм. Иголочка с леской. И я должна обязательно завязать узел недалеко вот от того места, где вот, в принципе, мой лепесток. Завязываем обыкновенно. Тоже вот так между стразами, чтобы наша лесочка зашла. Так, ну, давайте я сейчас уберу эти края проволоки. Ну, вот я удалила проволоку, чтобы она мне не мешала. И мы сейчас завязываем самый простой узел. Без каких-то вот заморочек. Если вы хотите, вы можете сразу взять, если у вас леска потоньше, взять леску 2, то есть двойную леску вдеть в иголочку. И тогда вам не надо будет таким образом узелочек завязывать. Но это не столь важно, потому что, в принципе, эту леску практически видно не будет у нас. И тоже я, как обычно, удаляю леску уже после того, как начала работу. Вот мы сделаем один виток вокруг нашей основы и перейдем уже к нашему лепестку. К нашему лепестку перейдем. Вот так. Я могу здесь немножечко наклонить, чтобы зайти в уголочек моего страза и выйти сразу. Вот, смотрите. И сразу выйти в бисеринку. Вот теперь, в принципе, каждый из вас может выбрать, чем он хочет работать, чем он хочет расшивать. Ну вот я брала... Сейчас я уберу вот этот краешек лески, чтобы нам не мешало. Я брала, в принципе, биконусы 2 миллиметра. Вы можете взять бисер крупнее, можете взять рандельки, можете биконусы тоже мелкие. То есть то, что вам будет подходить по вашему размеру. Ну вот я немножечко здесь возьму, чтобы показать вам, как я это делаю. Я прохожу просто вот мозаичным плетением между моими бисеринками. И вот здесь, где мы подходим к уголочку, я вышла в последнюю бисеринку, я набираю биконус и захожу в верхнюю дырочку моего страза. Вот когда мы будем эту верхнюю дырочку использовать, задействовать. И в противоположном направлении теперь. Здесь у нас, когда мы вот проход вот этот делаем, наш вот этот верхний стразик, он будет немножечко наклоняться. Вот таким образом. Видите? Но зато он не будет болтаться. Острого уголочка у нас не получится. Но зато вот не будет болтаться он. Придерживайте ваш лепесток. Не старайтесь подтягивать леску, пока вот вы не будете руками придерживать. Так. Это мы наружную сторону обшили сейчас нашими биконусами. Теперь мне надо перейти на внутреннюю сторону. На внутреннюю сторону нашей работы. Опять-таки я перехожу по стразику. Чтобы попасть в бисеринку с внутренней стороны. И начинаю здесь тоже так расшивать биконусами. Будьте аккуратны, чтобы не задевать вот эти вот зубчики ваших цапов. Иначе вы можете раздвинуть их и стразик выскочит из цапов. Это неприятно. Конечно, это можно эту проблему решить, восстановить на место. Но все-таки желательно не беспокоить их. Вот. Мы заходим в последний. И здесь в середине мы также добавляем один биконус или рундельку. Что вы захотите использовать. Так. Вот я немножечко здесь леской. В середине добавляем. И двигаемся дальше. Ну, еще я вам, пожалуй, покажу сейчас, как я вот вшиваю стразы. И с помощью вот которых вот я буду соединять мои лепесточки. Мы сейчас закончим. Расшивку сначала. Расшивка. 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 Вот. Смотрите, как я могу еще поступить. Вот можно здесь еще, чтобы вернуться к этой стороне, не проходить, вот как-то здесь крутиться. Я бы вот добавила еще один биконус и прошла. Ну, если не получится пройти так, то можно по диагонали пройти через страз. Главное, чтобы нам было видно, куда мы заходим и куда выходим. Вот видите, как я вышла? То есть не всегда у нас есть стразы, у которых есть вот эти дырочки боковые. Видите? У некоторых есть только в одном направлении. Поэтому вот можно пройти по диагонали. Это опять-таки вы будете исходить из тех материалов, какие у вас есть. Вот. И мы добавили с этой стороны вот такой стразик. Я пройду вот таким образом. Смотрите, чтобы попасть теперь мне на противоположный край моего лепесточка, я пройду так же, как я проходила проволокой. И опять по диагонали вот так выйду. Видите? Вы выберите себе метод, либо обкручивать вокруг ободочка, либо у вас будут на самом деле вот таким образом дырочки расположены. Все в каждом случае индивидуально. Ну вот, я теперь захожу, набрав этот биконус, захожу опять в мои бисеринки и биконусы. И теперь нам нужно выбрать, какой мы будем здесь, в принципе, элемент подшивать, чтобы определиться, в каком месте он должен находиться. Вот наш лепесточек, в принципе, расшитый, уже готов. Видите? Нам нужно теперь только... Ну, давайте мы возьмем в серединку. Ну, вот этот кристалл, да? Вот. Мы должны определиться, где его дырочки, чтобы выйти именно... Ну, он как раз вот подходит мне здесь. Вот видите, дырочки у него, где находятся. Я прохожу... После того, как я вышла на нужной высоте, я прохожу через мой кристаллик. Заходим здесь. Бисеринки, биконусы проходим до необходимой вот высоты, где следующая дырочка в нашем кристаллике. Подтягиваем нашу леску и следим за тем, чтобы мы вышли именно там, где наша следующая вот дырочка в цапе. Ну, вот. На этой высоте, я думаю, достаточно. Теперь мы заходим в эту дырочку и делаем вот такое вот колечко по нашим бисеринкам и биконусам. Нужно пройти как минимум раза два, чтобы вот все это у нас было плотненьким и прочно держало, то есть не болтался наш стразик. Если вы видите, что у вас получается вот здесь зазор, видите, как у меня получился, да? Вы можете либо подогнуть ваш лепесток вот таким образом, либо добавлять здесь еще биконусы или бисеринки. То есть, как вы захотите, либо так сделать, либо сделать вот все-таки изначально, только это надо делать, чтобы не было у вас просвета этого, либо добавлять здесь биконус вот таким образом. Любую бусину, какую вы захотите, это я вот вам сейчас показываю на материалах, какие у меня есть. И вот я с этой стороны тоже добавлю биконус. И можно, в принципе, вот если у вас уже лепестки следующие готовы, следующие лепестки наплетать, украшать так, как вы хотите, и затем уже соединять между собой бусинами какими-то. Вот здесь у меня навета вот такая. То есть, украшение уже на ваш вкус и на ваше усмотрение. А я думаю, что основные принципы вот для создания такого украшения я вам показала. Я думаю, что мы с вами еще будем делать просто с жемчужинами, другого немножко стиля, и мы сделаем урок отдельный. На сегодня я заканчиваю наш урок. И если вам было полезно, если вам понравилось с нами, подписывайтесь на наш канал, чтобы получать новые мастер-классы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!